Ну что же, я думаю, мы можем потихонечку начинать. В двух словах. Меня зовут Евгения Антонова, я работаю в языковой школе Акинскул. Время от времени, вот сейчас, одно время каждую неделю, сейчас мы перешли на режим раз в две недели, мы проводим такое мероприятие, которое называется Акинклуб онлайн. Мы стараемся приглашать интересных людей для того, чтобы мы могли с вами узнать что-нибудь интересное об истории, об истории нашего города, какие-то полезные вещи, об образовании и так далее. Сегодня у нас в гостях замечательный экскурсовод, невероятно совершенно рассказчик, человек увлечённый в своей профессии, так как вот, ну, мне бы тоже хотелось быть увлечённой своей. Зовут наши гости Наталья Занятина, и я с радостью передаю ей слово. Тогда я отключаю у себя микрофончик, чтобы тоже никакие шумы не мешали. Вот. Передаю Наталье вам тогда. Спасибо. Да, спасибо всем большое, кто присоединился к нашей онлайн-экскурсии, и спасибо за лесные отзывы, мне очень приятно. У нас сейчас состоится онлайн, к сожалению, пока только онлайн-экскурсия по кладбищу. Онлайн, да. При кладбище Прикозе. Здравствуйте, простите, я вам выключу микрофон. Здравствуйте. У них много, а микрофонов тоже у всех много. Спасибо за понимание. Я всем выключила микрофон. Итак, у нас сейчас состоится небольшая онлайн-экскурсия по кладбищу Козье Брана. Ну, это такое народное название, официальное название кладбища Прикозье Бране. Экскурсия будет около одного часа, и во время экскурсии мы посмотрим самые интересные, самые таинственные романтические надгробия на этом кладбище. Поговорим немного о надгробной символике и об истории кладбищ в Братиславе в целом. Итак, пожалуйста, я думаю, мы можем начинать. И да, в конце, если у кого-нибудь будут какие-то вопросы, я, пожалуйста, на них буду рада ответить. Кладбище Козье Брана, или Купри Козье Бране, по-словатски Центарин Козье Брана. Он находится недалеко от Братиславского замка, на улице Палисады, а вход располагается на улице Шулекова. Вот так выглядит. Так, прошу прощения. Вот так выглядит вход на территорию кладбища. И здесь, возле этих открытых ворот, мы на минутку задержимся. Я расскажу о кладбище Козье Брана. Что вообще означает Козье Брана? В переводе со славатского это означает «козье ворота». Дело в том, что по силуэту соседней улицы Палисады в средние века проходил поезд наружных укреплений города. Это были земляные валы, укрепленные деревянными решетками, и назывались эти укрепления Палисады, как сегодня называется одна из улиц Подградия. И в Палисадах этих были ворота. Одни из этих ворот назывались Козье ворота или Козье Брана, потому что через эти ворота за пределы городских предместий гоняли пастись коз. А, кстати, дорога, по которой этих коз гоняли, сегодня называется улица Козья. То есть старые средневековые названия не сохранились, но, конечно, ни коз, ни ворот, ни Палисад здесь уже давно нет. Кладбище Козье Брана — это протестантское кладбище, кладбище евангелистов. Протестантизм, как одно из основных течений христианства, зародился в начале XVI века в Германии с публикацией знаменитых тезисов богослова Мартина Лютера, в которых он критиковал устройство католической церкви, в частности, продажу индульгенций. Во второй половине XVI века протестантизм пришел в Пресбург. Именно так тогда называлась Братислава. Пресбург в те времена был венгерской столицей, а на рубеже XVI и XVII веков уже более 90% жителей Пресбурга были протестантами, что, конечно, не могло не беспокоить католическую церковь. Однако, несмотря на недовольство католиков, в первой половине XVII века в Братиславе были построены два протестантских храма. Большой храм для немецкоговорящего населения, на площади францисканцев. Тогда в Пресбурге в основном жили венгры и немцы. Это старый австро-венгерский город. А Словакии начали здесь... Большинство Словаков здесь появились только уже после Первой мировой войны. Во второй половине XVII века началась рекатализация, или же протиреформация, активная фаза борьбы католической церкви с новыми протестантскими течениями. В рамках протиреформации у протестантов отобрали Большой храм на площади францисканцев, и Малый, на недалекой улице Уршулинска, совместный для венгров и словаков, Большой храм передали католическому монашескому ордену иезуитов, чей знак до сих пор над входом храм можно увидеть, а Малый достался католическому монашескому ордену Уршулинок, и улица, на которой храм стоит, это Уршулинская улица. Протестантам выделили небольшой участок кладбища возле Михалских ворот, где они должны были хоронить своих умерших уже отдельно от католиков, и там же они должны были проводить бога службы, то есть службы. В те времена в Братиславе было несколько старинных средневековых кладбищ. Все они, за исключением Марсинского кладбища, находились за пределами городских стен, возле городских ворот и одно кладбище на склоне замкового холма. Единственное кладбище, что было в черте городских стен, находилось прямо за собором Святого Мартина, Мартинский Центарин, однако его сейчас уже не существует. В конце XVIII века кладбище было ликвидировано, и на месте кладбища сейчас небольшая площадь, родная в Намисте. Еще одно кладбище, Михалское кладбище, находилось возле Михалских ворот, примерно вот здесь. Если выйти из старого города и смотреть в сторону Гурбанова Намисти, откроется вот такая картина, именно здесь в средние века было Михалское кладбище. Еще одно кладбище было возле Луиринских ворот, и там возле этих ворот стоял храм Святого Лаврентия, поэтому... Прошу прощения. Поэтому ворота назывались Луиринские ворота. Они до наших дней не сохранились, равно как и кладбище. Там, где когда-то были Луиринские ворота и кладбище, сегодня здание Старого рынка, Старая Тержница, и площадь прямо перед зданием рынка, именно там, где сейчас площадь, когда-то стоял храм Святого Лаврентия. И если вы там будете гулять, то на брусчатке можете заметить темные полосы. Брусчаткой перед Старой Тержницей, темной брусчаткой, обозначен силуэт средневекового храма Святого Лаврентия, который, кстати, был не меньше собора Святого Мартина. Еще один храм располагался возле маленького храма Святого Никулаша. Еще одно кладбище, прошу прощения, располагалось возле храма Святого Никулаша под Братиславским замком. Вот этот храм, за ним было кладбище. Там, где когда-то было кладбище, сейчас вот такой небольшой сад. Эти старинные средневековые кладбища существовали до второй половины XVIII века. Во второй половине XVIII века император Иосиф II, сын императрицы Марии Терезии, приказал закрыть все старые средневековые кладбища по гигиеническим причинам. Тогда жилые дома подступали практически вплотную к кладбищам. В каждом крупном жилом доме был колодец, а соседство колодца и кладбище – это опасное соседство. Все старые кладбища были ликвидированы. Но протестантов напротив Михаевских ворот к тому моменту уже давно не было. В начале XVIII века перед Михаевскими воротами начал строиться католический храм Святой Троицы, который до сих пор стоит прямо напротив Михаевских ворот. Вот этот замечательный храм с удивительным барочным вогнутым фасадом и двумя башенками. Конечно, когда католики начали активное строительство возле кладбища Святого Михаила, протестанты это место оставили. Их новое кладбище, уже второе по счету, разместилось там, где сейчас находится улица Конвентна, недалеко от кладбища Козья Брана. И это маленькое кладбище на улице Конвентна, оно в конце XVIII века в рамках гигиенических реформ Иосифа II также было закрыто. Именно тогда, во второй половине XVIII века, появились все старые, старинные кладбища, которыми сегодня гордится Братислава. Это Андрейское кладбище, Андрейский Центарин. Это Микулашское кладбище возле выезда туннеля под Братиславским замком, возле Дунайского берега. Это, кстати, одно из самых малопосещаемых кладбищ, и надеюсь, что в будущем когда-нибудь я смогу туда сделать экскурсию. И, конечно же, кладбище Козья Брана, о котором мы сегодня будем говорить. Вот такой вид ожидает нас, когда мы войдем через ворота и окажемся уже на кладбище Козья Брана. Для этого кладбища характерны несколько особенностей. Здесь не хоронят, равно как и, впрочем, на всех старых кладбищах. С 1950 года здесь запрещены захоронения, разрешено только под захоронение в уже существующие могилы. Главная особенность этого кладбища то, что здесь, помимо протестантских надгруби, можно встретить и православные, и захоронение атеистов на католических кладбищах. Разрешено хоронить только католиков, а протестантское кладбище Козья Брана, оно было открыто для всех. Потом, для этого кладбища также характерно активное использование надгробной символики. Ну, чуть позже вы в этом убедитесь. Также любопытная особенность. Многие надгробия на этом кладбище, они использованы повторно. Если у похороненного здесь человека уже не оставалось родственников, то администрация кладбища могла принять решение надгробия продать повторно. И тем самым многие старые надгробные камни были спасены от разрушения. Традиция эта так выглядит двояко. С одной стороны, выглядит много кощунственно, но благодаря этой привычке, привычке продавать надгробия повторно, мы можем на кладбище Козья Брана полюбоваться старинными надгробиями, похожих на других кладбищах, многих похожих на те, что на кладбище Козья Брана, на других кладбищах нет. И первое из надгробий, первое из интересных захоронений, о которых мы сегодня поговорим, на фотографии слева с табличкой, запрещающей сыпать мусор. Пожалуйста, давайте рассмотрим его поближе. Это неизвестное надгробие. К сожалению, неизвестно, кому оно принадлежит. Ученым пока это установить не удалось. Определенно, это был какой-то зажиточный житель Братислава, дворянин. В руках ангела можно рассмотреть герб. Это один из двух неизвестных, пока неопределенных, братиславских гербов. Вот он. Замечательный герб с медведями и деревьями. Пока, к сожалению, не удалось установить, какой семье он принадлежал. Также здесь, на этом надгробии, можно заметить любопытный символ. Вот такой керамический герб Братиславы. В эпоху Чехословакии, во второй половине XX века, таким значком на кладбище отмечали интересные надгробия, ценные с художественной и исторической точки зрения. В самом центре этого надгробия очень интересный надгробный символ, вернее, комплекс символов. Мотылёк — один из старейших надгробных символов, символ перерождения души, символ бессмертия и воскрешения. Мотылёк заключён в необычную рамку. Если присмотреться, можно увидеть, что это змея, кусающая себя за хвост, или ураборес, символ вечности. Один из древнейших символов, который когда-либо использовался на надгробиях. Потом, интересно, и фигура этого надгробия, фигура юноши, одетого в древнеримские одежды. Благодаря щедрому использованию надгробной символики учёным удалось это надгробие датировать второй половиной XIX века, эпоху классицизма. Классицизм — это как раз имитация античной культуры, поэтому юноша этот одет в античные одежды. Опирается он на урну. И также здесь можно заметить драпировку. Урна и драпировка — это старинные символы скорби, символы утраты. Урна, вполне понятно, её практическое применение в древности, туда складывали прах усопшего. Очень любопытный предмет у этого юноши в руке. Давайте рассмотрим его поближе. Вот он. Это перевёрнутый погасший факел. Вообще, факел, лампа, свеча, любой источник света в надгробной символике — это символ жизни. А погашенная свеча, перевёрнутый факел или разбитая лампа — это, соответственно, символ смерти. И такие перевёрнутые погашенные факела на кладбище на любом старинном вы 100% встретите, если будете разглядывать надгробие. Здесь, на этом надгробии, этих факелов три. Вот тут, справа и слева, если просмотреться, вновь можно заметить перевёрнутые факела. И фотография, которая была у нас на заставке презентации, вот этот ангел, что он держит в руке также перевёрнутый факел. Правда, надгробие немного выветрилось. Мы сейчас проследуем ко второму надгробию. Ян Левослав Белла, знаменитый композитор, гениальный пианист, уроженец города Лептовский Микулаж. Ян Левослав Белла был одним из первых, кто использовал в своей музыке словацкие народные мотивы. И он был не только композитором и музыкантом, но и протестантским священником, писал церковную музыку, в которой также легко уловить словацкие народные мотивы, мотивы словацких народных песен. В основном центральной Словакии, поскольку Ян Левослав Белла, он выраженец центральной части Словакии и центральных регионов. Ян Левослав Белла много путешествовал по миру, жил и работал в разных странах. Более 40 лет жил в румынском городе Сибири. А уже на склоне лет жил и работал в Братиславе со своей дочерью. Сначала на улице Мытна, в небольшой квартире, а потом в одной из вилл на улице Партизанска. Это также недалеко отсюда, от кладбища Кузьебрана. К сожалению, надгробие немного повреждено. В центре надгробия можно заметить небольшой постамент. Там когда-то был бюст композитора. Он, к сожалению, утрачен. Но если вы будете в окрестностях кладбища гулять, то бюст Ян Левослава Беллы вы можете увидеть. Если вы не будете сразу заходить на территорию кладбища, а пройдете чуть выше по улице Шулекова, дальше на перекрестке вы увидите вот, ой, прошу прощения, вот такой бюст Ян Левослава Белла. Вот здесь его можно посмотреть поближе. И прямо напротив этого бюста стоит совершенно потрясающий старинный дом, очень красивый. Вот так он выглядит. Доходный дом стиля необарокко 1910 года постройки, который много-много лет стоял пустым, заброшенным, постепенно ветшал. Но в этом году, буквально несколько месяцев назад, началась его реставрация, как можно увидеть на этой фотографии. И, скорее всего, уже через несколько лет мы увидим его таким же роскошным и нарядным, каким он был в начале 20 века. Вот здесь можно увидеть, при входе сохранились совершенно замечательные кованые решетки. Изнутри, к сожалению, дом полностью разграблен, но надеюсь, что хотя бы эти элементы сохранятся. Мы направляемся к следующему надгробию, к скромному комплексу надгробий, знаменитейшей когда-то в Пресбурге семьи, семьи Габермайер. Скорее всего, вы фамилию эту сегодня слышите в первый раз, но я уверена, что вы не раз проходили мимо дома семьи Габермайер, и, может быть, даже останавливались возле него, рассматривали этот дом, поскольку он совершенно замечательный, очень красивый. Находится он недалеко от кладбища Козьебрана, на улице Паненска. Вот здесь на одном из надгробий можно увидеть герб семьи Габермайер. А вот и дом на улице Паненска. Он, к сожалению, пока находится в не очень хорошем состоянии, также ожидает реставрацию. А над входом до сих пор сохранилась буква H, первая буква фамилии Габермайер. Готфрид Габермайер в XVIII веке получил дворянский титул лично от императрицы Марии Терезии, а один из его потомков, Матый Габермайер, он прославился и разбогател на поставках табака в императорскую армию. Здесь, в Пресбурге, у него было семь табачных складов. Также семья эта была очень набожной, жертвовала огромные средства в помощь протестантской церкви. И именно недалеко от протестантских храмов на улице Панинска семья Габермайер купила участок и во второй половине XVIII века построила свой роскошный дворец, который пока, к сожалению, только ожидает реставрацию. Последний член семьи Габермайер, похороненный на кладбище Козьи Брана, Рудольф Габермайер. Вот его надгробие. И в нижней части, если присмотреться, вновь можно заметить перевернутый факел. Вот его фотография поближе. А мы направляемся к следующему надгробию. Пожалуйста, знакомьтесь, знаменитый доктор Людовид Валах, основатель радиотерапии Словакии. Людовид Валах – уроженец города Скалица, города, который славится своими трудыльниками. Но это совсем другая история. Людовид Валах учился в медицине в Праге, Будапеште, а потом в Братиславе, в университете Каменского, только-только открытом. И потом он работал в университетской больнице, где увлекся вопросами радиотерапии, а именно вопросами влияния рентгеновского излучения на рост и развитие раковых опухолей. Впоследствии Людовид Валах основал клинику радиотерапии на улице Шпиталска, которая была оборудована по последнему слову техникой. Это действительно была на тот момент невероятная больница, которая впоследствии спасла много жизней. Однако до открытия ее Людовид Валах не должил. Он всю жизнь работал с опасными рентгеновскими радиационными излучениями, а тогда в те времена еще не было таких средств защиты, как сегодня. Поэтому, к сожалению, он умер молодым в возрасте 48 лет от онкологического заболевания. Вот здесь можно увидеть поближе табличку на его захоронении. Умер он в 1941 году. На этом надгрубе можно увидеть несколько интересных символов. Здесь изображен человек. Справа от него какой-то медицинский прибор. Я, к сожалению, не сильно в радиотерапии и не смогу сказать, что это конкретно за устройство. Однако в руке у человека... Прошу прощения, я отключу вам микрофон. В руке у этого человека можно увидеть интересный символ, очень распространенный кубок, обвитый змеей. Символ медицины. Давайте его посмотрим поближе. Змея и кубок — это древнейшие символы, известные человечеству. И впервые вместе они встречаются примерно в 800 году до н.э. В руках древнегреческой богини Геи, богини Земли. Змея в одной руке, кубок в другой. А объединить их вместе и использовать как символ медицины впервые предложил знаменитый швейцарский врач, гуманист и философ Парацельс, который, кстати, сюда, в Пресбург, к Братиславу приезжал в первой половине XVI века в 1537 году. И прожил примерно две недели на улице Уршулинска в центре Братиславы. Если вы будете в районе дворца Примаса по улице Уршулинска гулять, то можете встретить на фасаде одного из домов памятную табличку в память о визите сюда в Братиславу Парацельса. Следующее надгробие — надгробие знаменитого архитектора Кристиана Людвига. Вот поближе его табличка. Кристиан Людвиг, пожалуй, самый известный архитектор эпохи Первой Чехословатской Республики. Работал он в 20-30-х годах прошлого века, и он считается одним из самых известных представителей стиля функционализма в Словакии. И, конечно, главная его работа находится здесь, в Братиславе. Однако Кристиан Людвиг, он в Братиславе прожил не очень долго. В смысле, не до конца своей жизни, как он всегда хотел. В 1945 году семья Людвигов уехала в Австрию. И больше в родной город Кристиан Людвиг не возвращался, о чем, конечно, всю жизнь очень жалел. Поскольку именно здесь находятся главные его творения, самые его любимые и интересные здания. Останки Кристиана Людвига были перевезены в Братиславу совсем недавно, только в 2004 году. Какие же здания в Братиславе построены, спроектированы Кристианом Людвигом? Я уверена, что каждый из вас, если вы живете в Братиславе достаточно долго, то вы их видели, проходили мимо, или, может быть, даже были внутри. Пожалуйста, посмотрите вот на это здание. Может быть, вы его с первого взгляда не узнаете. Построено это здание было в 1936 году, причем всего лишь за 90 дней, то есть за три месяца, торговый дом Богуслав Броук. На самом деле это был целый комплекс торговых домов. Назывались эти торговые дома Броук и Бабка по фамилии чешских предпринимателей, основателей, но здесь в Братиславе был торговый дом Богуслав Броук. Это имя и фамилия одного из основателей. Здание это было на момент постройки просто ультрамодным. Стиль-функционализм, он отличается полным отсутствием декора, что можно заметить на этой фотографии, а также огромными широкими окнами, пропускающими много света. Более того, в этом здании было два лифта, отопление в полу, то есть трубы проходили в полу, не было радиаторов, что на тот момент было поразительной новинкой. Также в этом здании было два подземных этажа, склады, и снять здесь торговое помещение было, конечно, очень дорого. Более того, у здания был секрет. Вечером его силуэт обводился вот так вот неоновой лентой. По ночам здание по силуэту подсвечивалось. И, к сожалению, у меня не очень хорошая фотография, но, пожалуйста, посмотрите. Вот это зеленое здание слева на площади СНП, это и есть бывший торговый дом Богуслав Броук. Правда, впоследствии его переименовали в торговый дом Дунай. Еще раз для сравнения. Так, прошу прощения. Торговый дом Богуслав Броук, днем и ночью, и сегодняшний торговый дом Дунай. Причем черное здание справа, над которым можно увидеть вывеску Дунай, это Дунай-2. Дунай-2, второй корпус, был пристроен гораздо позже, только в 80-х годах. И изначально он назывался Дом одежды. Это потом его переименовали в Дунай-2 и объединили с торговым центром Дунай, сделали его в два раза больше. А оригинальный торговый дом Дунай или же Богуслав Броук, это вот это зеленоватое здание слева. Потом, следующая работа Кристиана Людвига. Пожалуйста, посмотрите. Перед нами вход на территорию старого города, через Михалские ворота. Слева всем известный торговый дом Велки-Батя, Большой Батя, тоже, кстати, старый, 1931 года постройки. Нас интересует неприметный серый четырехэтажный дом справа, на первом этаже которого находится УТП-банк. Дом этот изначально назывался Рамхартеров дом. Вот он совсем новый, в 1937 году. Рамхартеров дом по фамилии владельца. Впрочем, горожане чаще пользовались названием кафе «Регина». На втором этаже здесь располагалась знаменитое кафе «Регина». А внизу был магазин одежды. Дом этот сохранился, как вы понимаете, до наших дней. Но сегодня мало кто на него обращает внимание. А вместе с этим это одна из интереснейших работ Кристиана Людвига. Ну а самое известное его творение – это, конечно, Мандерлак. Пожалуйста, посмотрите, замечательная старая открытка. Небоскреб слева. Первый в истории Чехословакии небоскреб построенный для Рудольфа Мандерла, владельца мясных лавок. И огромные буквы на крыше складываются в его фамилию Мандерла, хотя жители Братиславы быстрый дом переименовали в Мандерлак. На первом этаже этого дома размещался самый шикарный, самый роскошный в Братиславе, а также в соседней Вене, мясной магазин – магазин Рудольфа Мандерла. Там был вышкаленный персонал. Продавцы в этом магазине говорили обязательно на трех языках – на словацком, на венгерском и на немецком. Более того, там были огромные холодильные комнаты, морозильные камеры. Также Рудольф Мандерла был одним из первых, кто начал продавать готовые обеды. Тогда, в 30-х годах, мало кто из жителей Братиславы мог себе позволить обедать в ресторане. Чаще всего люди брали еду с собой, а у Рудольфа Мандерла можно было купить готовый горячий обед за весьма приятную цену. А еще возле витрины Рудольфа Мандерла всегда толпились мальчишки, потому что витрина эта была совершенно замечательная. По витрине ездил поезд, нагруженный разными деликатесами, от Рудольфа Мандерла. А в обеденный перерыв в витрине часто сидел человек, живой, который с аппетитом поедал разные вкусности от Рудольфа Мандерла из его магазина. Над мясным магазином располагалась кофейня Грант. Ее вывеску можно рассмотреть на этой открытке. А, кстати, сейчас там, где когда-то была кофейня, находится казино, называется Грант. Но вообще Грант это изначально название кофейни. Хозяином этой кофейни был отец знаменитого актера Юлиуса Сатинского, который жил на соседней Дунайской улице. И, может быть, вы, если по Дунайской улице гуляли, видели там памятник человека, который едет на велосипеде, это вот памятник Юлиусу Сатинскому, отец которого владел кофейней Грант. Следующая фотография тоже старая. Здесь можно увидеть сразу оба главных произведения Кристиана Людвига. «Торговый дом Богуслав Броук» справа и «Мандерла, первая Чехословакия небоскреб» слева. А мы направляемся к следующему захоронению. Вот это живописное надгробие, к сожалению, с утраченной табличкой. Это надгробие Георга де Ападия, офицера императорской армии. Георг де Ападия жил в XIX веке. И тоже, скорее всего, фамилию вы слышите впервые, но я уверена, что вы когда-нибудь обращали внимание на дворец Георга де Ападия. Самое красивое здание на улице Панинска, на мой взгляд. Вот этот дворец, построенный во второй половине XIX века в стиле необарокко и неурококо. Я предлагаю рассмотреть поближе элементы декора фасада, поскольку они просто потрясающие. Вот этот чудесный орел и сложная кованая решетка. Вплоть до 1914 года в этом дворце жила вдова Георга де Ападия, Матильда де Ападия. И совершенно чудесным образом мне удалось в интернете найти ее фотографию. Матильда де Ападия, вдова Георга де Ападия, строителя дворца. Матильда де Ападия пережила своего супруга, и именно она приобрела для него необычное надгробие на кладбище Козьи Брана. Спереди оно выглядит совершенно привычно, как и многие другие надгробия, но у него есть маленькая особенность. Если обойти надгробие, то сзади можно увидеть вот такую композицию из пушек и пушечных ядер. Это надгробие до Георга де Ападия принадлежало другому человеку. То есть это одно из повторно проданных надгробий. И явно предыдущий владелец, так же как и Георг де Ападия, был связан с императорской армией. И, скорее всего, по этой причине для Георга де Ападия приобрели вот это надгробие. И, кстати, тут можно увидеть тоже интересный надгробный символ. Справа слева от герба, слева листья дуба, справа листья оливы. Олива – символ мира, дуб – символ силы и власти. Мы сегодня еще встретимся с этими символами. Возвращаясь к истории дворца Георга де Ападия на Панинской улице. Когда умерла Матильда де Ападия, дворец купил братиславский банкир Дианис Требеш. Поселился там со своей молодой женой, оперной певицей Ольгой Требешевой. И если вы заглянете во внутренний дворик дворца, там вы увидите вот такой памятник из белого мрамора, памятник Ольге Требешевой. Ольга Требешева прожила совсем недолго. К сожалению, супруги недолго вместе прожили в этом дворце. Она стала одной из жертв Испанки, испанского гриппа. Испанка бушевала здесь во время Первой мировой войны. И Ольга Требешева умерла в возрасте 32 лет от Испанки в 1919 году. Муж ее был безутешен. И чтобы увековечить образ супруги, он пригласил одного из самых известных скульпторов Братиславы. Кристина, прошу прощения. Я, кажется, кому-то забыла отключить микрофон. Одну минутку. Немножко мешает шум. Участники. Извините, пожалуйста, технические неполадки. Я впервые пользуюсь этой программой. Вроде у всех выключено. Ладно. Итак, вернемся к памятнику. Когда умерла Ольга Требешева... Простите, пожалуйста, не видно сейчас демонстрацию экрана. Видимо, надо еще разочек включить. Не видно демонстрацию экрана. То есть она была, а потом пропала. Просто еще разочек сделайте демонстрацию экрана. Сейчас я найду, где это. Это внизу зелененькая кнопочка. Да. Сейчас. Ага, все в порядке. Спасибо. Спасибо. Извините за неувязки технические. Да. Ольга Требешева. Ольга Требешева умерла в 1919 году, и ее безутешный супруг пригласил одного из самых известных скульпторов Братислава того времени, Алоиза Ригеля. Алоиз Ригеля изготовил вот этот замечательный памятник. И очень интересна история белоснежного мрамора, из которого изготовлен памятник. Чтобы подробнее поговорить о мраморе, нужно мысленно вернуться в 1897 год, в конец XIX века. Тогда Братиславскую набережную украсила фигура императрицы Марии Терези из итальянского белого карарского мрамора, работы другого братиславского уроженца, скульптора Яна Фадруса. И вот здесь, на этой старинной фотографии, можно увидеть памятник императрице Марии Терези. Располагался он там, где сейчас Штурова на месте, площадь Людовит и Штура, и памятник Штуровцам. А здание справа, за императрицей Марии Терези, это здание, которое было на месте Братиславской филармонии, которая сегодня украшает площадь Людовита Штура. И, как мы все знаем, к сожалению, сегодня такого памятника в Братиславе нет. В 1918 году, после поражения в Первой мировой войне, прекратила свое существование Австро-Венгрия, появилась Чехословакия, Братислава стала ее частью. И в Братиславе, как и по всей Чехословакии, были сильны антивенгерские и антиавстрийские настроения. Нередки были даже и акты вандализма. К сожалению, императрица Мария Терезия, ее памятник, он в 1921 году был разбит чехословакскими легионерами, как напоминание об австро-венгерском прошлом. И вот здесь, на следующей фотографии, память можно увидеть уже без головы, а на следующей фотографии, на фотографиях, вот здесь, он уже практически полностью разбит. Конечно, такие крупные осколки ценного карарского мрамора не могли уйти от внимания бразиславских скульпторов, они их забрали себе. И из одного из осколков, Алаис Ригеля, впоследствии, изготовил памятник Ольге Требешевой, который сегодня украшает внутренний дворик дворца Георга Деопаде на улице Панинска. Мы идем виртуально, онлайн, идем к следующему захоронению Габриэла Юрковичева. Это памятник жертвам одной из самых страшных железнодорожных катастроф в истории Словакии. Катастрофы на Араве в 1942 году. Тогда, в 1942 году, под поселком Велкий-Бестерец столкнулись два поезда, пассажирский и товарный. По ошибке диспетчера машинист пассажирского поезда не получил указаний, где и когда он должен пропустить... Простите, пожалуйста. Да? До сих пор виден только слайд в вашей презентации именно на 48-м слайде. Я так понимаю, не только у меня, а остальных тоже в чате написали. 48-й? Вот этот? Минуточку я... Да, да, да. Все видят только слайд. Понятно. Так. Наталья, вам нужно закончить то, что вы расшарили, и еще раз начать. Запустить. Спасибо. Да, потому что, когда вы запускаете, вы разрешаете показывать только определенное приложение. И, может быть, вы ему разрешили зуму смотреть в одно приложение, а показываете в другом, и поэтому он нам всем показывает только в предыдущем. поэтому вы завершите. Да, сейчас, секундочку. Наверху, по центру у вас есть кнопочка выше-выше, прямо по центру, красная, чтобы завершить показ. Еще выше чуть-чуть. Вот вы мышкой дергаете, почти не дотянули. Прямо по центру, наверху. Там есть красная кнопка закончить. Ага, сейчас. Так, мы должны увидеть памятник у Петрышевой. Да, прошу прощения. Спасибо. И далее памятник императрице Марии Терезии, который когда-то украшал Братиславскую набережную. Надеюсь, все видят памятник императрице Марии Терезии? Да, теперь видно. Да, да, да. Спасибо. И вот он на месте, где сейчас находится памятник Штуровца. И вот, к сожалению, императрица Мария Терезия уже без головы. А тут уже полностью разбито. Далее Габриэла Юрковичева и фотография двух столкнувшихся поездов. В 1942 год катастрофа под поселком Велкий-Бестерец. Первые несколько вагонов пассажирского поезда были полностью смяты. Погибло 17 человек, в том числе и Габриэла Юрковичева, жена Братиславского протестантского священника, и две их маленькие дочери Элушко и Эстика. Вот здесь фотографии памятника с немного другого ракурса. Он, к сожалению, довольно сильно выветрился. Памятник этот изначально был в другом месте. Он когда-то находился на кладбище возле Блюментальского костела. Там было еще одно протестантское кладбище, но оно во второй половине XX века было ликвидировано. Захоронение принесли сюда на кладбище Козья Брана. Далее мы познакомимся с одной очень влиятельной женщиной в Пресбурге XIX века. Сусанна Слубек. Это семейное захоронение Антон Слубек и Сусанна Слубек. Сусанна Слубек была единственной в Пресбурге женщиной, которая управляла крупной фабрикой и не просто фабрикой, а ликерным заводом. Но обо всем по порядку. Основал ликерный завод Антон Слубек, муж Сусанны Слубек в начале XIX века в 1806 году. Находился этот ликерный завод на Козье улице, недалеко от кладбища Козья Брана, в доме барона Яна Ясенака. Мы сегодня о Яне Ясенаке еще будем говорить. Он также похоронен здесь, на кладбище Козья Брана. Именно в его доме на улице Козья располагался ликерный завод в семье Слубек. В саду дом обороны Яна Ясенака теперь вместо цветов выращивали ароматические травы для ликеров, а в проходе дома разместилась известная среди пресбургских гуляк рюмочная. Вот здесь можно увидеть несколько старых этикеток фирмы Слубек. Первая этикетка это антигуанский ром, вторая апельсиновый битер, а третью, к сожалению, мне идентифицировать не удалось. Надпись по-венгерски «Очень вкусный ликер». Помимо этого на заводе производились разнообразные раки, бренди, а также спиртовые одеколоны. Спустя примерно 30 лет с момента основания завод занял уже весь дом, Антона Слубека уже не было в живых и всеми делами заправляла его вдова Сусанна Слубек. Это была единственная крупная фабрика в Пресбурге, возглавляемая женщиной. И, что любопытно, Сусанна Слубек везде подписывалась исключительно как вдова метеолюбимого мужа, а также для поддержания имиджа торговой марки. После Сусанны Слубек заводом владели ее потомки. Он работал вплоть до 40-х годов 20-го века, то есть закрылся по местным меркам относительно недавно. Дом барона Яна Ясинака на Козьей улице, где когда-то располагался завод семьи Слубек, до наших дней сохранился. Он был снесен во второй половине 20-го века, и сейчас на его месте стоят жилые дома, вот эти. Впрочем, фамилия Слубек до сих пор на слуху, там, где когда-то располагался сад Яна Ясинака, сейчас находится детская площадка Слубекова загорода. Вот это детская площадка. Мы направляемся к другому захоронению, к могиле одного из известнейших и щедрейших людей своего времени, Андрей Самуэль Ройко. И, может быть, фамилия Ройко вам покажется немного знакомой, но об этом чуть позже. Андрей Самуэль Ройко жил в XIX веке, в первой его половине. И, как и каждый богатый господин в Пресбурге, Андрей Самуэль Ройко считал своим долгом заниматься благотворительностью. В 1840 году он основал благотворительный фонд Андрея Ройко, которому принадлежали два доходных дома. Один на главной площади и один на обходной улице. Вот так выглядел доходный дом благотворительного общества на обходной улице. был одним из самых красивых домов, одной из жемчужин обходной улицы. Средства, которые приносили эти доходные дома, расходовались на нужды фонда, а именно на стипензии четырем бедным студентам-евангелистам, врачу, строителю, учителю, священнику, на поддержку четырех бедных вдов, двух протестанток и двух католичек, на поддержку городского лазарета, работного дома, больниц для бедных, а кроме того, ежегодно крупная сумма выделялась на украшение города. Фонд Андрея Самуэля Ройко пережил распад Австро-Венгрии, крах монархии, а уже во времена Чехословакии в 30-х годах в моду вошел функционалистический стиль архитектуры и на месте старого дома на обходной улице всего за семь месяцев был возведен новый дом с пассажем, ведущим на соседнюю улицу Едликова. Пассаж этот называется Ройко-пассаж. Вот он. И, скорее всего, многие из вас мимо этого пассажа проходили или даже им пользовались. Строительство было завершено в 1931 году и новый дом стал настоящей жемчужиной обходной улицы с модным гневмонистичным фасадом, крупными окнами, двумя лифтами, собственной котельной и пассажем с замечательным стеклянным потолком. Жить в этом доме могли себе позволить только весьма зажиточные горожане, но сейчас, к сожалению, немалая часть торговых площадей в этом Ройко-пассаже она опустует. Андрея Самуэля Ройко нет на свете более 170 лет, но фамилия его до сих пор на слуху. Жаль только, что не все жители Братислава знают, почему пассаж называется Ройко-пассаж. Надгробие Андрея Самуэля Ройко немного повреждено. Еще в 30-х годах на нем можно было прочитать выбитые золотом слова, сажал деревья, плоды которых соберут следующие поколения. А далее мы познакомимся с еще одним бразиславским пресбургским фабрикантом Карл Греннеберг, владелец знаменитой фабрики щеток на улице Родлинского. Вот его портрет поближе. Кстати, это надгробие также работы скульптора Лаизы Ригеля. Мастерская щеток была основана во второй половине XIX века братьями Карлом и Фридрихом Греннебергами. Кстати, Фридрих Греннеберг также похоронен здесь, на кладбище Кузьевбрана. Фабрика изначально была небольшой, но вскоре дела братьев пошли в гору. В определенный момент на фабрике работало более 800 человек. Это была самая крупная фабрика своего рода во всей Венгрии. И прямо напротив Блементальского костела на улице Родлинского братья выстроили огромный фабричный комплекс. И вот здесь на старой открытке его можно увидеть. Дальше фотография одного из корпусов фабрики напротив Блементальского костела. И вот здесь на этой открытке справа наверху можно увидеть два названия Братиславы. Пресбург по-немецки, по-жунь, по-венгерски, а по-словацки ничего не написано, поскольку тогда словаков в Пресбурге практически не было. Фабрика братьев Греннеберг производила в основном зубные щетки марок Кохенур. Фабрика эта производила не только карандаши и Космос. Зубные щетки из Пресбурга экспортировались практически по всему миру, в основном в Австралию, в Индию, в Америку, ну а также, конечно, по всей Европе. Причем закрылась фабрика относительно недавно, только в 80-х годах прошлого века. И некоторые из зданий комплекса сохранились, и их можно увидеть на следующей фотографии, вернее, на скриншоте из гугл-карты. Справа Блементальский костел, а слева бывшие корпуса фабрики братьев Греннеберг. И если вы вдоль этого корпуса будете прогуливаться, то кое-где у въездов во внутренний двор до сих пор можете заметить вот такие металлические ограничители второй половины 19-го века. Ну а далее мы увидим самое известное из захоронений кладбища Кузьей Брана огромное и торжественное мавзолей барона Яна Ясенака. Мы сегодня о нем уже вспоминали, именно барону Яну Ясенаку принадлежал дом на Кузьей улице, где когда-то был ликерный завод семьи Слубек. Барон Ян Ясенак, знатный уроженец Братиславы, Пресбурга, герой Венгерской революции 1848 года, когда Венгрия пыталась получить независимость от Австрии. Ян Ясенак выступал на стороне Венгрии, на стороне повстанцев, но революция была подавлена. На помощь Австрии пришла российская армия, которая численностью, конечно, значительно подавляла венгерскую повстанческую армию. Ян Ясенак сдался в плен русским войскам, позже был выдан австрийцам и казнен в Будапеште. Сегодня Ян Ясенак – национальный герой Венгрии, в его честь в Будапеште названа улица. В склепе похоронены не только барон, но и его многочисленные родственники. Это был весьма разветвленный род. Барону Яну Ясенаку принадлежит центральное захоронение в мавзолее. Давайте, пожалуйста, его поближе рассмотрим. Здесь можно увидеть бюст барона Яна Ясенака и ангел возлагает ему на голову мученический терновый венок. Кстати, ангел также традиционный надгробный символ в основном символизирует ангела-хранителя усопшего. В Братиславе сохранилось несколько зданий, когда-то принадлежащих семье Ясенак. Например, дворец на главной площади по центру, в котором находится знаменитая кофейня Майер, на углу дворца сохранился герб семьи Ясенак. Вот он выглядит весьма устрашающе. На гербе изображен рыцарь. В одной его руке голова, в другой пика, на которую наколота отрубленная голова турка. Еще одно здание семьи Ясенак. Вот это белоснежное здание справа на улице Жидовска, что в переводе со словацкого означает еврейская улица, бывшая центральная улица еврейского квартала. Сегодня в этом здании располагается музей еврейской культуры, но над входом до сих пор сохранился герб семьи Ясенак. Далее мы направляемся к захоронению известнейших людей своего времени. Скромное захоронение супругов Таушер. Простите, вас очень плохо слышно. Я выключу микрофон. Если есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задайте их после экскурсии. Спасибо. Итак, супруги Таушер. И Белла Таушер, и Гермина Таушер совершенно блестящие люди, о каждом поговорим отдельно. Белла Таушер, знаменитый врач. Он жил и работал на рубеже 19-го и 20-го веков, более 40 лет, занимал должность главного врача Пресбурга, в те времена была такая должность. Он работал во многих больницах города, но в основном в старинной больнице на улице Мицкевичева, которая за его фотографией на слайде одна из старейших больниц Венгрии, которая, кстати, работает до сих пор. Помимо практики, Белла Таушер также принимала активное участие в жизни города, хлопотала постройки общественных бань, водопровода, спортивных площадок, благоустройство парков и так далее. А также он был альпинистом, но в этой области, конечно, гораздо известнее была его жена Гермина Таушер. Здесь совершенно замечательная фотография Гермина Таушер в большом разрешении. Я взяла ее из Википедии. В венгерской Википедии есть страничка, посвященная Гермине Таушер. Гермина Таушер известнейший в Венгрии альпинист. Помимо разнообразных прочих восхождений, в 1881 году вместе с супругой, с доктором Вэлой Таушером, Гермина Таушер поднялась на вершину горы Монблан во Франции и стала первой женщиной из Венгрии на этой вершине. Помимо того, Гермина Таушер была одним из основателей Венгерского Красного Креста. И наверняка каждый из вас не раз проходил или проезжал мимо дома супругов Таушер, который сохранился до наших дней, он украшает улицу Штефаникова, что ведет от президентского дворца к железнодорожному вокзалу. Сегодня в этом здании находится отель Лофт. Вот его фотография. Но снаружи и внутри сохранилось очень много интересных мелких деталей еще времен супругов Таушер. Со стороны улицы сохранилась замечательная кованая решетка. Вот она. Работы фирмы Людвиг Мартин и сын это были самые известные и самые искусные в Пресбурге кузнецы. Работали в конце 19 века в начале 20-го. И на решетке сверху можно рассмотреть буквы H и B то есть Гермина и Белла Таушер. А внутри сохранились кованые перила лестницы. Также работа фирмы Людвиг Мартин и сын. И сейчас можно полюбоваться мелкими деталями этой кованой лестницы. Перил лестницы. Кстати если будете гулять по улице Штефаникова то рекомендую обращать внимание на решетки поскольку на этой улице очень много работ кузнецов Людвиг Мартин и сын этой знаменитой фирмы. Далее мы поговорим об одном из украшений кладбища Козебрана. Пожалуйста обратите внимание на зеленую стену за надгробиями. На самом деле это не стена это громадное древнее дерево. Одно из главных украшений кладбища Козебрана. В ветре его спускаются до самой земли оно растет как шатер и под этим деревом в жаркую погоду очень приятно посидеть в тени там всегда прохладно. Вот здесь на этой фотографии видно, что действительно ветви опускаются практически до земли. И из старых книжек я знаю, что еще в 30-х 40-х годах кладбище Козебрана было любимым местом прогулок городских мальчишек поскольку они любили карабкаться на вершину этого дерева. Следующее захоронение необычный крест находится недалеко от дерева выполнен в виде традиционного кельтского креста. Здесь похоронена Рахель Тейлор жена британского вице-консула и в память о ее происхождении надгробие выполнено в такой нетипичной для Чехословакии форме в форме традиционного кельтского креста в центре которого можно рассмотреть кельтскую плетенку. Недалеко от этого креста находится церковь кладбище Козебрана с очень необычным фасадом из-за необычного внешнего вида туристы часто ее принимают за синагогу но это христианская церковь 1868 года постройки работа знаменитого братиславского скульптора Игнаца Фейглера-младшего Это была целая династия скульптора прошу прощения архитектора Архитектор Игнаца Фейглера-младшего это была целая династия архитекторов три поколения семьи Фейглера И они построили добрую треть зданий в Старом городе. Церковь в неороманском стиле. Похожа немного на другую работу Игнаца Фейглера, а именно на фасад храма Капуцинов, также неороманский фасад. Вот этот храм, который находится недалеко от остановки трамвая Капуцинска. Храм построен в XVIII веке, но во второй половине XIX века был перестроен в неороманском стиле. По проекту Игнаца Фейглера-младшего. И давайте еще раз взглянем на церковь кладбища Козебрана. Хорошо видно, что действительно храмы эти очень похожи. Эта маленькая церквушка изначально использовалась как часовня для отпевания. Был также и морг возле нее, построенный в похожем стиле, но морг, к сожалению, не сохранился. Сейчас эта церковь предупреждает протестантам, баптистам. И, к сожалению, вне баптистской службы просто при посещении кладбища церковь посетить нельзя. Поэтому, если вы хотите ее увидеть изнутри, то нужно посмотреть расписание служб в церкви. Далее мы рассмотрим еще несколько любопытных надгробий, уже более бегло. И поговорим еще немного о надгробной символике. Вот это интересное надгробие с целым комплексом надгробных символов. Известнейшим из них является, конечно, жезл Асклепия по центру. Жезл древнегреческого бога медицины Асклепия, который, по легенде, направлялся во дворец старя Миноса, чтобы воскресить умершего принца. По дороге посох обвела змея, и Асклепия убила ее. Тут же приползла другая змея, которая принесла в пасти траву, с помощью которой она воскресила убитую змею. С помощью этой целебной травы впоследствии Асклепий приобрел способность воскрешать мертвых. И посох обычно изображается суковатым и корявым, как символ сложности в пути врача. Здесь, скорее всего, когда-то были сучки, но сейчас от них можно увидеть только следы. И можно увидеть еще один известный символ, который мы уже замечали – сочетание оливовой и дубовой ветвей, символ мира и символ силы и власти. Скорее всего, это надгробие принадлежит кому-то из пресбургских врачей второй половины XIX века. Еще одно надгробие, необычайно красивое – крест, где можно заметить два надгробных символа. Траурный венок – это древний еще дохристианский символ траура и драпировка, которую мы уже встречали до этого на других надгробиях. Венок можно встретить в разных вариантах. Вот здесь, например, он перевязан лентой. Также слева, позади, можно заметить надгробие, где есть еще комплекс любопытных символов. Подойдем к нему поближе. Череп или голова Адама – традиционный символ смерти и смертности. Череп обивают корни дерева, а справа – песочные часы, тоже очень часто используемый надгробный символ, символ быстротечности времени. Часто часы изображаются с крыльями. Вот недалеко от этого места есть двойное надгробие, где два раза использованы часы. Правда, левые, к сожалению, плохо сохранились, но правые часы с крылышками сохранились достаточно хорошо. К сожалению, не все надгробия кладбища Кузьебрана в хорошем состоянии. Многие покосились, многие упали, некоторые даже разбиты. Например, вот это надгробие, оно упало и раскололось. Однако лицевая сторона хорошо сохранилась. И здесь можно увидеть мой любимый надгробный символ на кладбище Кузьебрана. Очень нежный, очень романтичный, а именно сцепленные руки или последнее прощание. И если присмотреться к этому символу поближе, то можно заметить, что верхняя рука – это рука женская. Это можно предположить благодаря кольцу и круженой манжете. Такие символы бывают и металлические. Например, вот здесь, на этом надгробии. Сцепленные руки встречаются очень часто не только на кладбище Кузьебрана, но и на Андрейском кладбище, и на Микулашском. Если на старых кладбищах будете гулять, то совершенно точно много раз еще такие сцепленные руки увидите. Потом Ураборос, змея, кусающая себя за хвост, символ вечности. Но здесь Ураборос пронзилан стрелой. И здесь Ураборос символизирует уже прерванную жизнь. Далее. Еще один очень красивый крест, очень сложный. Здесь тоже целый комплекс надгробных символов. Якорь. Якорь – это раннехристианский символ еще времен катакомбной церкви. Это замаскированное изображение креста. Крестообразный якорь. С помощью таких символов, с помощью якорей, ранние христиане узнавали друг друга. Якорь в надгробной символике изображает, символизирует надежду. Помимо якоря, крест также украшен каменными маками. Вот здесь их можно увидеть поближе. Справа хорошо видна коробочка. Маки в надгробной символике – это символ сна, утешения и покоя. Потом, также одно из любимых моих надгробий в форме книги. Одно из самых впечатляющих надгробий. Вторая половина XIX века. Раскрытая книга из белого мрамора. Книга в надгробной символике обычно символизирует Библию. Такие надгробия, надгробия такого типа во второй половине XIX века, были довольно популярны. Их часто можно встретить на кладбищах. Более того, и современные кладбища также часто украшены подобными надгробиями. Но это выполнено с удивительным мастерством. Пожалуйста, посмотрите, как прорезаны страницы книги, как выполнен корешок. На кладбище Козебрана есть еще одно захоронение в виде книги. Но оно выполнено уже гораздо более грубо. Оно гораздо меньше. Вот оно. Оно располагается в дальнем секторе. Если смотреть карту, то правый верхний угол. Там почти не сохранилось захоронений. Это бывший детский уголок, детское кладбище. На старых кладбищах детей было принято хоронить отдельно, на определенном участке. И на кладбище Козебрана детских могил сохранилось совсем мало. Еще одно упавшее надгробие. И вновь мы видим скорбящего ангела, ангела-хранителя. Далее. Это даже уже не символ, а традиционная скульптура. Это плакальщица, вечно оплакивающая умершего. Далее несколько фотографий уже просто интересных, любопытных надгробий, без особой символики. Но нам, как русскоговорящим людям, как иммигрантам из русскоговорящих стран, они будут интересны. Глафира Пащенко. Надгробие. Надпись выполнена кириллицей. И здесь можно увидеть православный восьмиконечный крест. Очень любопытные даты жизни и смерти. Интересно представить, что родители этой женщины были еще крепостными крестьянами. Что она видела Российскую империю, застала ранний Советский Союз. Потом, покинув Советский Союз, вероятнее всего оказалась в Австрийской империи. Пережила распад Австрийской империи. Жила в Первой Чехословакии, а умерла уже в Первой Словацкой республике во время Второй мировой войны. В 1941 году, когда умерла Глафира Пащенко, на территории современной Словакии было государство Первой Словацкой республики, сателлит нацистской Германии. И, кстати, имя и фамилия Глафира Пащенко, они встречаются в списках участников Белого движения в Российской империи. Но, к сожалению, я не знаю точно, та ли это Глафира Пащенко, поскольку в списках нет даты рождения и даты смерти. Но, вполне вероятно, это она, поскольку, на самом деле, на кладбище Козьи Брана очень много захоронений белых иммигрантов, людей с первой волной белой иммиграции. Например, вот это. Людмила Владимировна Лоская. Также восьмиконечный православный крест. Памятник, на первый взгляд, ничем не примечателен, но, если вам обойти, сзади можно увидеть вот такую табличку. В знак глубокого признания семье Людмилы Лоской в дар памяти всем представителям русской интеллигенции с философского парохода. Вечная память. Супруг Людмилы Лоской, Николай Лоский, был знаменитым философом. Долгое время он потом уже после того, как покинул Советский Союз, преподавал философию в Братиславском университете Каменского. Людмила Лоская с супругом покинули Россию в 1922 году на одном из пароходов, на которых покидали страну представители интеллигенции, сторонники оппозиции. Это про них, про пассажиров философского парохода. Лев Троцкий писал, что расстрелять их пока не на что, а терпеть их в стране совершенно невозможно. Эти рейсы и называются вместе философским пароходом. Людмила Лоская в Братиславе прожила недолго, вскоре заболела и умерла. Супруг ее, Николай Лоский, после ее смерти уехал в Америку, а умер потом в Париже. И я нашла старую фотографию. Пожалуйста, посмотрите, женщина слева, это Людмила Лоская, а мужчина справа с лусами и бородой. Это знаменитый философ Николай Лоский. Следующее интересное захоронение. Здесь нет ни имени, ни фамилии, есть только сентиментальная надпись «бабуся» и даты рождения, даты смерти, которые, кстати, также теоретически попадают под период белой эмиграции. Далее уже более поздние. Под захоронение есть имена и фамилии, но имени и фамилии бабуси мы не знаем. Просто очень красивая надгробие второй половины XIX века, неоготическая надгробие. А у этого надгробия не сохранилось ни имени, ни фамилии, ни даты смерти, только разбитая фотография. Далее самое живописное надгробие кладбища Козья Брана. И возле него обычно задерживаются фотографы, если попадают на кладбище Козья Брана. И здесь можно увидеть вновь несколько надгробных символов. Скорбящий ангел, два перевернутых факела наверху над именем Адамова голова, череп, а в углу слева знак герб города, керамический, второй половины XX века, символ того, что надгробие это очень важно, равно как и надгробие справа. Там тоже тот же самый знак, правда он немного поврежден. А третий, по счету надгробия справа, еще один интересный надгробный символ, обрубленная колонна, символ прерванной жизни. А сейчас перед нами комплекс неоготических надгробий. Тоже, конечно, все помечены знаками особой важности. Пожалуй, самое живописное, самое фотогеничное место на кладбище Козья Брана. И здесь, в этом красивом месте, я хочу всем сказать большое спасибо за то, что посетили нашу онлайн-экскурсию. Я проношу свои извинения за технические неполадки и надеюсь, что вам было интересно. И, конечно, я в ближайшее время постараюсь эту экскурсию привести вживую, поскольку, конечно, фотографии, они совершенно не передают удивительную атмосферу этого места. Кладбище Козья Брана, оно совершенно не производит гнетущего впечатления, поскольку там очень зелено, там очень красиво, там даже в жаркую погоду очень прохладно и очень приятно. Потом там всегда очень тихо, там всегда растут дикие цветы и там всегда очень много птиц. Поэтому в качестве завершающего слайда презентации, пожалуйста, посмотрите. Правда, фотография не моя, но я взяла ее из блога одного фотографа, который посетил кладбище Козья Брана. Я еще раз всех благодарю за внимание. Большое спасибо, что ко мне присоединились. И большое спасибо организаторам экскурсии, которые меня пригласили ее провести. Евгения, я готова... Спасибо, спасибо огромное. Вообще невероятное удовольствие, столько нюансов. Вот именно это мне нравится в ваших экскурсиях. Ты проходишь, не замечая какие-то вот детали, а оказывается прямо история за каждым, за каждым углом и в каждой, не знаю, завитушке на двери. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись, согласились, что нас так много. Спасибо всем-всем-всем слушателям, кто к нам сегодня пришел. Приходите еще, очень рады были вас видеть. И да, пожалуйста, если у кого-нибудь есть вопросы, вы их можете написать сюда, в чат. Я на них отвечу, если я его сейчас найду. Можно минуточку дать на вопросы, если вы хотите. Да, конечно, пожалуйста. Наталья, мы, кстати, нашли с дочкой на кладбище на Андрейском Центарине могилу Шоны Нации, которую я все не могла никак найти, но в итоге мы ее нашли. Да, если кто-нибудь еще хочет найти могилу Шоны Нации, ее нетрудно найти. Если обойти церковь, там на кладбище есть церковь, тоже, кстати, работа Игнаца Феглера-младшего, то сзади от церкви сразу по прямой, буквально, ну сколько, метров, наверное, 50, там будет эта схромная маленькая могила, совсем маленькой высотой где-то по колено, черная, гранитная, наверное, гранитная плита. Но, кстати, возле нее всегда цветы, всегда свечи, Шоны Нации не забывают. Запись будет, Катя, вот я вижу вопрос. Запись будет, мы ее выложим на YouTube-канал I Can School. С разрешением, Наталья, спасибо за это большое. Вот, я думаю, что можно будет, если вдруг я забуду разослать, вы мне напишите, я сразу ссылочку отправлю. Это будет, ну, в течение недели. Видео обработаем и выложим обязательно. Вот, здесь еще вопросик есть. Я, прошу прощения, я не вижу чат. Подскажите, ага, кажется, я нашла. Да, я нашла, нашла. Подскажите про дом рядом с заброшенным, не знаете. Может быть, это тот самый дом, про который вы рассказывали, разрушенный. Давайте я включу еще раз этот слайд. На протестантской церкви над входом шестиконечная звезда. Сейчас я ее найду. Звезду, но сначала заброшенный дом. Полагаю, вы про этот спрашиваете. Это был вопрос от Елены. Елен, мы идем как-нибудь, этот ли дом? Да, здравствуйте. Да, извините, я не сначала подключилась, поэтому... Да, конечно. Это старый доходный дом 1910 года постройки. Построен он в стиле нео-барокко и изначально принадлежал одной еврейской семье, которая, конечно, впоследствии его потеряла. Семья эта, прошу прощения, семья, к счастью, это пережила все невзгоды эпохи Второй мировой войны. Они еще до начала гонений уехали в Австралию. А после Второй мировой войны дом был национализирован, и далее там были обычные жилые квартиры. Там, кстати, несмотря на ужасное состояние дома, до сих пор прописан один человек, который оттуда упорно отказывался выехать. Он требовал, чтобы ему предоставили взамен достойное жилье. И, видимо, не зря он оттуда не выезжал, поскольку сейчас дом начали реставрировать. Очень долго его не могли отреставрировать, поскольку часть дома принадлежала фирме, которая вот-вот только-только добилась разрешения на его реставрацию. Кстати, после событий 1989 года потомкам той еврейской семьи, что дом построила, его вернули. Но они его быстро продали, и как раз тогда, в 90-х годах, начался его упадок. Через несколько лет, скорее всего, он будет таким же красивым, каким был в 1910-м. Там мало что сохранилось от первоначального убранства, но кое-что сохранилось. Будете проходить в ним, можете посмотреть. Вот я включу еще раз этот слайд. Решетки над входом и на двери, они оригинальные. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вообще, вообще, замечательнейшая экскурсия. Вот там очень красивый балкон, который выходит на кладбище. Да, совершенно прекрасно. Я была бы счастлива с таким видом жить. Балкон немножко статически нарушен, но, скорее всего, поправят. И кто-нибудь когда-нибудь будет из него смотреть на кладбище Козья Брана. Но я боюсь, что квартиры там будут просто космических центров. Ну да. Как и везде у Пратислава, в принципе. Да. Спасибо большое. Я тогда думаю, что мы можем попрощаться. Я нашла еще один вопрос. Ага, еще один вопрос. А я его не увидела. Маленький. Когда следующая экскурсия? Онлайн-экскурсия, когда я не знаю, поскольку я пока приготовила только одну, вот эту. Сейчас у меня будут маленькие камерные экскурсии в магазине-музее в центре города. Я о них пишу на своей страничке на Фейсбуке. Секрет Братислава. Секретная Братислава. Но, к сожалению, сейчас на пятницу и субботу на эту экскурсию старинный магазин там уже все занято. Там маленькое помещение. И тем более сейчас мы должны соблюдать между участниками расстояние 2 метра. Поэтому пока, к сожалению, туда мест нет. Но я на самом деле на будущее планирую устраивать экскурсии такие каждые выходные. Поэтому я буду об этом на Фейсбуке писать. И, пожалуйста, если кто-то будет, кто-то хочет пойти, я буду рада. Да, я с удовольствием присоединюсь. Спасибо. По-моему, больше нет вопросов. Хотела, Наталья, хотела дать ссылочку на вашу группу в чат. А, вот нашла. Просто оказалось, что есть у вас дублер. Какая-то группа про ночную жизнь. Да, что-то такое там было. Но они появились еще до меня. Отправляю ссылочку. Это ссылка на... Ой, я Кате только отправила. Сейчас моментик отправлю всем. Почему-то так получилось интересно. Все, отправляю. Это ссылка на группу Натальи, где разные анонсы, анонсы разных экскурсий, каких-то интересных мероприятий и очень много информации замечательной, такой, которую сам не найдешь. И фотографии. Спасибо огромное. Спасибо всем. Тогда мы запрощаемся. Да. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова